Меня зовут Константин Эггерт, и я первым делом приношу извинения за то, что я немножко опоздал. Пассажер номер один выезжал из Боровицких ворот, поэтому на мережной немножко стояла, вы. По независимым, так сказать, от редакции обстоятельствам. Спасибо, что пришли. Разговор сегодняшний будет, я надеюсь, неформальным. Мне можно задавать вопросы, мне можно даже прерывать. И то, о чем я буду рассказывать, многим может даже покажется довольно банальным. Но, в принципе, как я за уже теперь 27 почти лет работы в масс-медиа понял, очень много есть каких-то таких банальных вещей, которых мы сами должны себе периодически напоминать. И первым делом, что я бы хотел сказать, вот разговор об интервью, о том, как делать интервью, это на самом деле разговор не только о журналистике. Это разговор о коммуникации вообще. И то, как вы задаете вопросы, как умеете слушать ответы, это пригодится вам в жизнь, даже если вы не будете работать в журналистике, которая, как известно, профессия нервная, на высоких местах посмертности и приносит не очень много денег, если только вы не контрактор Первого канала. И начать я бы хотел вот с чего. На самом деле, тогда, когда я начинал работать в журналистике, брать с интервью было сложнее. Потому что тогда для подготовки требовалось просто намного больше времени и усилий, чем нужно сейчас. Вроде бы такая банальная штука, но к интервью вообще-то надо готовиться. Даже если вы хорошо знаете, с кем вы будете говорить, даже если это не очень длинное интервью, все-таки хорошо бы к нему подготовиться. Я потом расскажу о том, что делать, когда к интервью не удается подготовиться. Когда речь идет, например, о работе в прямом эфире. Но если у вас есть некое запланированное интервью, то в отличие от того, как было в 1990 году, когда я начинал работать, у вас есть гигантская возможность подготовиться. Потому что про любого человека, с которым вы будете говорить, или людей, есть масса информации в сети. Более того, если этот человек относительно известный, который уже общался с масс-медиа, то вы можете посмотреть, как другие берут этого человека интервью. И на самом деле одна из самых главных вещей в именно жанре интервью это решить, где находится баланс, где находится граница между интересом зрителя-слушателя к вам и интересом зрителя-слушателя к тому, с кем вы говорите. Приведу пример. Пресловутого Ларри Кинга или, не дай бог, Владимира Познера. Люди смотрят в том числе и потому, что это был, он уже не такой модный, Кинг или Перс Морган, или кто-то еще, или то же самое Познер. То есть, вообще-то хорошо бы стремиться к тому, если вы работаете в масс-медиа, если вы работаете в журналистике, если вы хотите и вам нравится брать интервью, стремиться к тому, чтобы читать, слушать, смотреть, хотели бы не только того, кто пришел в студию, но и вас. Более того, очень часто, может быть, это даже главный драйвер того, зачем люди включают тот или иной эфир, например, или читают того или иного человека. Когда я работал на Коммерсант.фм, до 2015 года включительно, я хорошо знаю, потому что я знаю рейтинги программы, потому что я знаю, мы общались со слушателями, мы с Анатолием Кузичем тогда вели программу «Демократия» на Коммерсант.фм, 3 часа вечером в прайм-тайм. Мы интервьюровали массу людей, далеко не все из них были там выдающимися политиками, звездами шоу-бизнеса и так далее, и тому подобное. То есть, в основном, конечно, многие, очень многие слушатели Коммерсант.фм тогда слушали нас, потому что им было интересно, как мы берем интервью. У нас был театр, у нас было два человека с разными взглядами, говорящие с одним и тем же лицом. Это, ну, само по себе, наверное, довольно интересно. Не потому что мы с Кузичем такие талантливые, хотя, конечно, не без того. Но, прежде всего, потому что в этом есть некий сюжет. Поэтому, мне кажется, что здесь каждый раз, особенно тогда, когда вы достигнете, как я надеюсь, те из вас, кто будет работать в журналистике определенных высот, каждый раз нужно все-таки продумывать, в какой степени это должно быть ваше интервью с Икс Игорьевичем или интервью Икс Игорьевича со мной. И, в конечном счете, все равно должен быть баланс. Более того, что еще важно, особенно если речь идет об эфире, когда вас слышат или тем более видят, ваше поведение по отношению к тому или иному человеку тоже будет оцениваться аудиторией. И она может нехорошо вас оценить, если вы нашли неправильный тон или к какому-то персонажу подошли чересчур жестко или, наоборот, чересчур мягко. Поэтому готовиться, 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 еще раз готовиться, как сказал бы Владимир Ильич. И эта подготовка, она, на самом деле, если у вас есть время, готовьтесь хорошо. Особенно если длинное интервью, если вы берете большое интервью, например, как такой формат на телеканале «Дочь», где МИЧС сейчас работает, есть, если вас кто смотрит, знает, человек под дождем. Это 40-50 минут. К этому надо готовиться. Поэтому я вам предлагаю первым делом, перед интервью, конечно, посмотреть, почитать, послушать того, с кем вы будете говорить. Отметьте речевые особенности. Отметьте, например, как быстро или медленно говорит человек. Потому что, вроде бы, банальная вещь, но если это, некто говорящий, очень медленно, тогда вы не можете рассчитывать задать, например, много вопросов. И вы можете написать замечательные, у вас могут быть идеи по поводу интервью, реализуется из них только треть. Например, я не знаю, покойный патриарх Алексей говорил очень медленно. И тогда, там, с ним тебе говорили, что у вас есть 30 минут. Да, реально это эквивалентно было, наверное, 17 минутам, 18 минутам, 19 минутам нормального человеческого разговора. Такого, ну, в среднем темпе. Потому что у него были большие паузы и так далее. А более того, эти паузы немножко приходилось сокращать. Потому что они были иногда очень длинные. Но учитывайте это, в том числе. Если человек говорит медленно, то вы должны продумать, собственно говоря, а что самое главное. А вдруг он будет долго говорить, и вы не успеете спросить что-то главное, без чего нельзя уйти. Поэтому, совет еще, совет номер два, не просто готовьтесь. Составьте план интервью. Если у вас есть такая возможность, посидите, подумайте. Вообще, на самом деле, мне кажется, такой, ну, совсем высший пилотаж в жанре интервью, это сделать так, чтобы эта беседа была интересна не только слушателю, но только вам, но и самому человеку, с которым вы говорите. Это самое лучшее интервью, когда ваш клиент зажигается, и ему самого хочется с вами проводить время, и с пресс-секретарем машет рукой, и говорит, нормально, продолжаем. Для этого нужно уметь построить интервью. И вот то, что вы можете сегодня в сети посмотреть, узнать массу информации, позволяет вам сделать еще один, например, очень важный вывод. Какие вопросы наиболее часто задают тому или иному человеку? Если это достаточно крупная фигура, с которой вы не говорите о каком-то очень конкретном новостном поводе. Понимаете, некоторым очень скучно отвечать на определенные вопросы. Ну, там, скажем, сколько раз Путину в ближайшее время задают вопросы о его планах по поводу президентских выборов. Невозможно не задать, с другой стороны. Есть вопросы, которые вы не можете не задать, не потеряв лица. Но в любом случае подумайте, как интерпретировать какие-то темы так, чтобы человека вывести на более-менее откровенный разговор. Ведь, не забывайте, если мы говорим о политиках, там, я не знаю, о людях публичных, в отличие, скажем, от 90-х годов, когда брать интервью было страшно интересно, потому что мало из них, они все были довольно, ну, такие искренние и неискушенные. Сегодня, ну, даже рядовые депутаты Государственной Думы проходят тренинг по поводу, там, паблик спикинг и так далее, там, и тому подобное. У них есть пресс-секретари, которые дают им основные, так сказать, то, что называется на корпоративном жаргоне key messages, которые они долдонят вам, так сказать, не переставая. Вы должны к этому быть готовы. И думаете вы о том, что, во-первых, все-таки работаете вы, конечно, не для себя, а для публики, которая будет вас читать, смотреть, слушать, номер один. А номер два, если вы действительно ставите задачу высшего пилотажа, постарайтесь придумать, как сделать интервью более-менее интересным. Вот из моих, ну, таких каких-то вот личных воспоминаний я могу сказать, что, например, интервью с Амосом Озом, это известный израильский писатель, который уже неоднократно выдвигали на Домилевскую премию, скорее всего, он ее в какой-то момент получит. Он приехал первый раз в Россию, я работал тогда на BBC, у него вышли два романа, первый раз были опубликованы на русском языке, и я немножко о нем там почитал, посмотрел, полистал один роман, и он пришел, ну, как бы явно подготовлен, он тоже был, наверное, первый раз в России, ему надо было продать книгу, ему надо было сделать, ну, соответствующий какой-то набор пиар-заявлений и так далее, и он, в общем, не сильно был, ну, он раз был настроен на отработку номера, вот как бы я сказал. Но Амасоз известен тем, что он очень много высказывается на тему израильско-палестинского конфликта, и вообще вовлечен в политику, ну, то есть он о ней готов говорить. И я тогда, если же быть, тогда шла война, ну, война, операция израильская в Газии в 2006 году, и я подумал, почему мне не спросить израильтянина о том, что происходит там, и как он это видит? Это открыло совершенно иначе, то есть он явно устал давать интервью там Лизе Бергер в Коммерсанте к книжному обозрению, афиши там, кто там, Данилкин и так далее. И вот он всем пошел, всем рассказал приблизительно одно и то же про два романа. А тут вдруг какой-то сидит мужик, который еще по-арабски говорит, бывал в Израиле много раз, спрашивает его про операцию в Газии, и его, значит, понесло, он стал говорить про Шарона, про палестинцев, про то, про все, стал вспоминать, как он там служил в армии и так далее. Представляете, конечно, спросил его про романы, но эти романы, которые, ну, я не знаю, на мой взгляд, он более интересный рассказчик, чем писатель оказался, ну, по крайней мере, в русском переводе. Но ему бы интервьюером работать или стендап каким-то, так сказать, рассказчиком, они для аудитории подсветились совершенно иначе, даже для меня, а не высветились совершенно иначе. Человек казался, кстати, блестящим коммуникатором, не всегда пишущие люди хорошо говорят. Он говорил, по-моему, лучше, чем пишут. И вот этот, ну, ход, если хотите, да, вот он инстинктивно, я, видимо, тогда нашел какое-то решение, которого он, может, ожидал после вот этих всех довольно однообразных литературных интервью, которые ему там, ну, условно говоря, продиктовали его московские агенты. Поэтому подумайте, если вы думаете, что вы можете сделать интервью интересным для своего визави, для того, с кем вы говорите, интервьюируем его, постарайтесь сделать. Следующее, чтобы я сказал. Вот вы готовитесь, готовитесь. Составляйте план вопросов. Потому что, конечно, надо иметь перед собой вопросы, знать. Если вы не хотите держать перед собой бумажку, например, можете ее не держать, но тогда у вас должна просто хорошая память, запомните все. Но, если это относительно длинная беседа, постарайтесь, особенно, если это важный персонаж, скажем, человек, с которым вы, ну, может быть, будет говорить один раз в жизни, ну, там, условный Трамп, постарайтесь составить не просто план беседы. Постарайтесь продумать, какие могут быть, какие могут прозвучать ответы и придумать заранее, какие могут быть ответвления у этой беседы. Это безумно интересно, если есть время. смоделировать, что вам будет отвечать человек, как он будет, например, пытаться уклониться от ваших каких-то, может быть, сложных вопросов, как увернуть на эту стезю ответа конкретного на, может быть, нелицеприятные вопросы. Кстати, ну, когда задают неприятные, когда лицеприятные, я позже скажу. Делается, ну, я это лично делаю очень просто, я иногда просто черчусь с схемой, пишу вот большой вопрос, потом просто такие стрелочки делаю, там, если там да, то вот, может быть, мы сюда пойдем, если нет, то, может быть, сюда. Есть одна очень, ну, мне кажется, типичная довольно ошибка, которая делается журналистами, кстати, не всегда начинающими. И тут продолжать идти по плану, так, как я придумал, так я вот буду продолжать говорить. Это очень нехорошо по отношению к интервью, даже если он монстр. И это очень нехорошо по отношению к публике, потому что беседа должна быть живой. Да, конечно, бывают интервью, когда, ну, требуется прямо вот идти вопрос за вопросом. Как правило, это главы государств, главы крупных корпораций, далеко не все, которые требуют заранее список вопросов, и вот от этого списка нельзя отойти никуда. Недавно был случай, в прошлом году такой, прогремевший, так сказать, в странах Балтии. Украинский журналист брал интервью президента Литвы Дали Грибу с Катей. Она славится тем, что она очень жестко подходит к интервью. Она требует списки вопросов, и надо следовать этим вопросам. И этот самый украинец в догонку одному вопросу, как раз про Украину, собственно. Вы уточните, вы будете готовы лично, Литва готова лично, ну, как страна, а не как член Альянса, поставлять оружие Украине, что-то типа такого. И Грибу с Катей, ну, сказала, мы этот вопрос с вами не согласовывали. Потом, естественно, была борьба с пресс-секретарем, потому что, конечно, украинец хотел это показать, но пресс-секретарь очень хотел, чтобы это было показано. Но учтите, бывают и такие люди. Поэтому заранее хорошо бы знать, что за человек. В целом, я лично, моя практика такая, не давать никогда список вопросов. Но это действительно должен быть Трамп, потому что просто один факт, что я сяду с Трампом или там, я не знаю, с Клинтом Истфудом, и пять минут хотя бы камера будет показывать, что вот сидит Эггерт, сидит Клинт Истфуд. Это уже будут смотреть, накликают и так далее. Ладно, окей, может быть мы дадим список вопросов. Но 98% случаев не давайте вы этот проклятый список вопросов. У вас всегда есть возможность сказать, наша редакционная политика не предполагает список вопросов, потому что мы хотим, чтобы была живая беседа. Я согласен дать список тем. Потому что, когда вы даете список вопросов, во-первых, совершенно незачем, облегчаете, по непонятным для нее причинам, облегчаете работу пресс-секретаря, которому денег как раз платят за то, чтобы он решал сложные проблемы, а не факсы принимал. Ну, у кого еще остался факс, конечно. А во-вторых, вы убиваете свою беседу. Поэтому, держитесь до последнего, вопросов не давайте, давайте темы, а как раз в рамках тем продумывайте, какие могут быть ответы и пишите вот эти ответвления для себя. Или сохранить, держите в голове, если вы такие умные. Но я не настолько, я пишу. И то, о чем я говорил. Если вдруг ваш, так сказать, интервьюруемый ушел в какую-то другую сторону, но эта сторона, а, либо уже вами предусмотрено, например, вы думали, что об этом спросите минут через десять, либо вы об этом не подумали, он говорит вам что-то новое, не пресекайте. Вы тут уже, от вашего человеческого опыта, конечно, зависите, но если увидите, что человек зажегся, что ему и говорить интересно, или что он говорит что-то, что раньше не было известно, плюньте на эти вопросы. Развивайте то, что ему интересно, но только, естественно, не в ущерб тому, что хотел бы знать публика. То есть, если увидите, что человек начинает просто вводить беседу в сторону от каких-то неприятных для себя вопросов, верните к вот этим важным темам. Но если вы чувствуете, что это не попытка уйти от чего-то, а реально вдруг у человека что-то вдруг открылось, и он говорит что-то интересное, забудьте о вашем вопросе. Развивайте эту тему. У вас всегда будет возможность как-то вернуться к плану беседы. План беседы нужен еще и для того, чтобы вы с самого начала понимали, без чего вы не имеете права не уйти, без чего вы не имеете права уйти из аудитории, а без чего уйти можно, без каких ответов. Поэтому подготовка здесь очень и очень важна. Используйте возможность сети и так далее. Это вот в газету «Известия» пришел в 92-м году, там был так называемый кабинет проверки, это была гигантская картотека, размером, наверное, с этот лофт, где работали женщины много лет. И ты мог к ним прийти и сказать, скажите, вы можете мне найти интервью, я не знаю, грамыка, правде в 1883 миллиона? Они шли, доставали карточки, на карточке была приклеена вырезка из правды, они тебе говорили, вот нашли. Эти же люди тебе говорили, вот у тебя написано, что там ВВП России, там это там один триллион, на самом деле два мы тут нашли данные Всемирного банка. Но сейчас все это у вас под руками и в руках. Готовьтесь, это 50%, если не 60% успеха любого интервью. Есть масса таких моментов, которые, ну, всегда вот задают вопрос, как делать интервью, всегда эти вопросы задают. А, кстати, одну вещь я забыл. Вот по поводу того, когда человек внезапно вам, вот открывается, он нарушает вам весь план, но стоит оставить это, вот именно пусть он нарушает его. У меня был, тоже я работал на коммерсате, в 12-м, по-моему, году, когда Андрея Воробьева назначили губернатором Московской области, он там приехал в студию и так далее, и тогда сразу пошли, время было вегетарианское относительно, пошли сообщения о том, что у него какой-то, значит, на сына записан какой-то там рыбообрабатывающий комбинат, в общем, ну, какая-то там коррупция засветила в большом масштабе. А про его личную жизнь было известно, надо сказать, довольно мало. И я его, так сказать, вот в эфире спрашиваю, знаете, там Андрей как, не помню, Владимир Владимирович, что тут у нас тут с сыном какая-то ерунда, какие-то рыбообрабатывающие перерабатывающие комбинаты, парню там что-то 20 лет или там 27 год, а вы ему что-то уже дали туда-сюда, та-та-та-та-та-та. И он мне говорит, вы знаете, ну я вам скажу, вот я очень мало говорю о своей личной жизни, но понимаете, там, типа я вдовец на самом деле, у меня вот сейчас там новая женщина в моей жизни, сын, по-моему, типа пасынок, в общем, он сам уже там все делает, он не имеет никакого отношения, типа, я ему еще не давал, это можно там проверить, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Короче, вы знаете, самое главное, он сказать, я так счастлив, что у меня вот есть какая-то новая жизнь, но какая-то новая засветила перспективу моей, там, личной судьбе и так далее, и тому подобное, и даже он потом после эфира позвонил, сказал, знаете, вот меня как камень из души сняли. Я не знаю, как сказать, ну, прозвучал еще этой, по крайней мере, этого элемента коррупции относительно убедительно, но дело было не в этом, дело было в том, что внезапно человек, ну, вот на какую-то секунду открылся, и единоросс единороссом, но оказался, он показался людям, ну, он врезан, прислал, как обычный человек, совсем обычный человек, не как чиновник. Они тоже бывают такие. Поэтому очень важно, важнее того, сейчас я буду говорить о том, как лучше начинать, там, интервью, как его там строить, вот все эти вопросы, с чего начинать, но самое важное, слушайте. Ваше еще 25% успеха интервью, это если вы слушаете человека, с которым вы говорите. Особенно важный прямой верб, тоже про него отдельно скажу. Если вы слушаете, вы почувствуете всегда, замерзает он, или наоборот растапливается, хочет ли действительно уйти от каких-то вопросов, уводит ли вас заранее от темы, про которую он знает, что вы будете спрашивать, он тянет время. Обязательно слушайте. Нет ничего хуже журналиста, бубнящего вопросы заранее согласованные или по придуманному им плану. Он упускает массу возможностей раскрыть своего интервью и с разных сторон. Кстати, я мог просить стакан воды, Ксюр? Ксения, стаканчик воды можно просить? У меня просто пересохло в горле. Всегда возникает вот этот, значит, такой разговор на тему о том, а как начинать. Стандартная такая как бы идея, что начинаешь с легких вопросов, таких мягких, потом поднимаешь градус. Ну, это зависит от того, с кем вы имеете дело, потому что есть такие очень тренированные и медийно опытные люди, которые как раз вот эти мягкие, так сказать, softball questions, то, что называется по-английски, могут превратить, они могут так начать тянуть вам резину, так долго отвечать на них, что у вас потом не хватит времени на что-то важное. Да, наверное, в теории лучше повышать градус, но все-таки это скорее для менее опытных в общении с медиа людьми. Да, он циничный, конечно, подход, я согласен. Но корпоративные люди, они, как правило, более подвержены их, им проще расставить какие-то ловушки, то есть просто поднять градус, постепенно поднять градус беседы. Потому что у них более структурированное мышление, они не ожидают, меньше ожидают подвохов, некоторые из них, по крайней мере. Некоторые ожидают, наоборот, слишком много. Но иногда, иногда, может быть, зная, например, скандальный характер человека, его вспыльчивость, иногда, может быть, лучше прям вот огорошить каким-то жутким вопросом. И сразу задать, может быть, конфронтационный характер беседы, но, по крайней мере, вы сразу попытаетесь сделать что-то, без чего вы уйти не можете. Ну, это должен быть человек, там, я знаю, по уровню какой-то скандальности, а может быть, и неприятности, должен быть, какой-то действительно Роберт Мугаби, там, я знаю, Саддам Хусейн. Такого типа что-то. Это иногда может быть и неплохой прием, потому что, особенно, если интервью не очень длинное, например. И если видно, что человек не хочет, особенно не хочет, так сказать, с вами говорить, вынужден говорить, может быть. Если у человека есть агрессия, то, конечно, не стоит сразу отвечать агрессией, но тоже могут быть самые разные варианты. Вот смотрите. Когда, полгода назад, я беседовал с директором музея-заповедника, который там включает в себя Исаакиевский собор, и он был, ну, мне потом я понял уже к середине, что он, видимо, просто был немножко выпивший. И он не отвечал на мой вопрос по поводу каких-то там компромиссных предложений, сделанных представителями Русско-Православной Церкви. И он как-то начал поднимать награду с беседой, я это все выдерживал, 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 но когда он сказал, знаете что, голубчик, я вам тут что-то, ну, я знаю, что у меня голос звучит, ну, может быть, моложе, чем я есть на самом деле. Он просто тренированный. Тут я вам уже могу сказать, знаете, я вам не голубчик, мне 53 года, и мы с вами не так далеко стоим в возрастном плане, так сказать, друг от друга. Не давайте себя обижать все-таки, я бы так сказал. Но одновременно старайтесь не опускаться до уровня хамства, если с хамством в эфире столкнулись. Найдите себе возможность быть выше этого, и найдите себе возможность, кстати, иногда поставить точку в беседе. Вы не обязаны выслушивать какой-то, так сказать, бесконечный абьюз, если человек таким образом себя видел. Но это все-таки относительно редкие истории, и на самом деле не так часто встречающиеся. А вот бывают моменты, которые, ну, как бы вам сказать, они сложные иногда бывают. Правда, это довольно, наверное, редко применимо или невозможно это должно применить в прямом эфире радиотелевидения, или даже при записи интервью на радиотелевидение. Почти невозможно. Особенно в российских условиях. Но бывают моменты, когда надо понять, что что-то не сложилось по тому, что называлось при коммунистах объективными и субъективными обстоятельствами. Придумаю пример. Есть у меня очень хорошая знакомая. Она французский журналист, и много лет, уже лет, наверное, 30, она шеф-корреспондент журнала «Паримач», наверное, главного иллюстрированного еженедельника в франкоязычном мире. Она занимается журналистикой как хобби, потому что ее отец был владельцем автоконцерна «Симка», который был потом куплен «Пежо». И у нее дома музей автомобилей «Симка», включая автомобиль Шарлы де Голли. Она может вообще не работать, если она хочет. Но она работает, потому что ей нравится. «Паримач» имеет в результате человека, который вхож в такие места и к таким людям, которым просто так зайти невозможно. Достаточно сказать, что крестным отцом ее детей был на ней святой папа Иоанн Павел II. Поэтому для нее там король Марокко или пресловутый Клинт Иствуд или Дональд Трамп, это будет намного проще дойти до этих людей, чем мне. И вот как-то, спасибо огромное, и вот как-то отправил ее редакция «Паримач» взять интервью у Карла Лагерфельда. Она женщина такая, ну, в меру гламурная, но все-таки она журналист, она, наверное, все-таки посчитали, что она, несмотря на это, лучше других возьмет интервью у Карла Лагерфельда, потому что она имеет возможность довольно без больших проблем купить любую продукцию. Или даже заказать себе лично. В общем, приехала на Клинт Иствуду и рассказывает. Все было подготовлено, согласовано. Она села перед ним, ну, а надо сказать, что она такая очень яркая и, как бы это помягче, все ее гетеросексуальность довольно видна хорошо. И она видит, что Карла Лагерфельда это очень сильно напрягает, ну, по каким-то причинам. Может, у него плохое настроение, ну, так сказать, разница сказывается. В этом это не хорошо, не плохо, но она понимает, что интервью не идет. Вот он где-то один вопрос, второй вопрос отвечает, односложно. Он крайне зажат. Ну, вот его прямо корежат. И тогда Каролина, ну, которая могла принять такое решение, потому что это она, она сказала, вы знаете, миссир Лагерфельд, я чувствую, вам не очень, ну, как-то приятно наша беседа по каким-то причинам. Я тоже себя чувствую человеком, который вторгся куда-то там, ну, в чужую, не доставляет вам большого удовольствия, так сказать, моя компания. Давайте мы это интервью прервем, согласуем с вашими помощниками новую дату, и к вам приедет новый журналист. Она сказала, что в этот момент Лагерфельд преобразился, вскочил с места, стал ее от всей души благодарить, сказал, вы сняли груз с моей души, камень там с моих плеч и так далее и тому подобное. Каролина уехала, приехал другой репортер, там какой-то, Жан Мулен, условно говоря. Интервью прекрасно прошло. Это, конечно, крайне интересная история, такая, ну, необычная, но ее урок вот в чем. Не всякий может заказать себе новую дату с интервью, но избегайте все-таки неловкости. Скажем, если вы видите, что человеку по каким-то причинам неприятно ходить с вами, может, он просто плохо себя почувствовал перед эфиром, может быть, он действительно вас увидел и, я не знаю, я плохо побрился, ему не нравятся небритые люди, например, или ей. Все-таки постарайтесь прежде всего найти какой-то общий язык с человеком, переведите его на какую-то другую тему, попробуйте понять, что ему интересно и так далее и тому подобное. Но если вы не можете раскрутить человека, если он отвечает, и особенно, когда он отвечает, ну, я вам как ответил, так ответил, это же вы запросили интервью, не диктуйте мне ответ. Найдите возможность прекратить. Вы и ваше издание совершенно не должны подвергаться какому-то такому унижению, да и, собственно говоря, выглядеть людьми, которые пытаются куда-то достучаться, их просто не пускают. Это не очень-не очень хорошо. Поэтому умейте завершить интервью. Да, не раз, особенно в прямом эфире, не раз. Такой, наверное, один из самых интересных моментов был, запомнившись по каким-то причинам, Александр Дугин, это было на BBC, он вообще, ну, поскольку он, видимо, думал, что люди, которые позвали его на интервью, думают, что они будут говорить как минимум с Гегелем и, соответственно, еще ум, раз должны себя вести. Он был сильно удивлен, потому что я стал задавать ему какие-то довольно жесткие обрежения, не помню, по поводу чего это было, это было 10 лет назад или 12. И он стал страшно кипятиться, возмущаться, говорить, кто вы такой, типа вот, что-то типа такого там был. Он сказал, ну, извините, да, до свидания. Я вообще должен сказать, что в школе вы задали вопрос, простите, как вас зовут? Анна, да. К слову пришлось. Такого рода вещи все-таки чаще всего встречаются в прямом эфире. Прямой эфир отличается от подготовленного интервью тем, что, а, у вас, скорее всего, нет возможности подготовиться. Ну, скажем, на том же коммерсанте ты сидишь, ты там три часа ты ведешь программу, тебе просто говорят, а, слушай, вот случилось вот это, сейчас мы будем вызванивать такого-то, и тебе надо будет с ним поговорить. Или с ней, неважно. Правило прямого эфира очень простое. Если у вас нет возможности подготовиться, если у вас, если вы не очень хорошо знакомы с тем, потому что бывает так, что что-то случилось, а вы прекрасно знаете. Но если этого не произошло. Самый лучший вариант. Задавайте те вопросы, которые хотел бы услышать ваш, ответы на которые хотели бы услышать ваши родители, ваши друзья, ваши родственники, ваша бабушка, ваш сосед по площадке. Прямой эфир, особенно, если мы говорим о прямом эфире, там, ну, радиостанции типа коммерса, типа эхо, или там, ну, хорошо, даже та же самая программа здесь сейчас на дожде. Он делается для людей, которые просто там хотят узнать что-то, да, новости, какие-то, не знаю, это они не специалисты поставки Центробанка, или отношения Мухаммаса и Хизбаллы, или там, истории, там, я не знаю, современного искусства, или Нобелевской премии, задавайте самые простые вопросы. Если интервью, если вы работаете вообще в прямом эфире, на вас свалилось интервью, которое вам надо провести за, там, 5-7 минут, задавайте просто, самый простой вопрос, что происходит, как вы к этому относитесь, почему это случилось, что вы будете делать дальше. Бывают случаи, когда ваша эрудиция по какому-то вопросу, может сыграть позитивную роль, но не злоупотребляйте этим. Ваша публика оценит вас как интервьюера, ой, спасибо, с 1906 года и кончает до сегодняшнего дня. Журналист, который слишком сильно показывает свою мега-эрудицию и пытается подавить собеседника этой эрудиции, может, а, нарваться на неприятность, потому что, так сказать, визави может оказаться еще более эрудированным в чем-то, а, во-вторых, обычный слушатель может это воспринимать вообще как, ну, что это за павлин вот тут сидит и хвост мне свой показывает. Я же вот хочу слушать Ивана Ивановича, а это что это? Ну, кто он такой? Эрудицию надо проявлять очень... Позвольте, я от хлебной воды и продолжу. Эрудицию свою надо проявлять все же с умом. Она более всего полезна тогда, когда, а, вы к интервью готовы, и, б, когда это помогает вам подсветить нечто, что может оказаться относительно неожиданным. Иногда это помогает подтолкнуть беседу в позитивном направлении. Например, прекрасный прием сказать публичному человеку, начать вопрос словами. В вашем недавнем интервью New York Times вы сказали, что ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Следует ли из этого ту-ту-ту-ту-ту-ту? Во-первых, человек, это очень важный, на мой взгляд, вообще это прекрасный прием обычно. Почему? Во-первых, человек понимает, что вы готовы, вас просто так дуриком тут не будешь вводить за нос. Номер два. Ему же приятно, ему или ей, приятно, что вы приложили такие большие усилия к этому разговору, что перечитали все интервью. И вам, очевидно, внимательно прочитали, если вы даже помните цитату. Это форма демонстрации уважения. По идее, человек на это, ну, в общем, на этот человек реагирует позитивно. Но это может быть, конечно, и формой подловить его, возможности подловить его на чем-то, на каком-то противоречии. И тогда действительно хорошо знать, что он сказал, или она сказала в интервью New York Times, или там CNN, или Первому каналу какое-то время назад. В России это, правда, абсолютно, в Соединенных Штатах тоже что-то говорил не играет никакой роли. В России особенно, потому что в России нет понятия репутации практически, поэтому говорить можно все, что угодно, это не сильно на тебя сказывается. Но для некоего такого удовлетворения собственного тщеславия, и, повторяю, иногда для создания атмосферы, это очень неплохо. Но перебираться с этим действительно не надо. Был в моей жизни такой случай, который меня страшно смеется до сих пор. В 1995 году в Москву приехал Алтан Джон с концертами. И это был его первый приезд в несоветскую Россию. И в 1995 году еще не так много рок-звезд западных здесь побывало. Достаточно, но все-таки это было такое очень яркое событие. И надо отметить, что Алтан Джон был в Советском Союзе в 1979 году, в конце мая, в начале июня. Есть даже фильм про его поездку, который называется «To Russia with Elton». И там вашего покорного даже 3 секунды можно видеть. Я довольно близко сидел к сцене, и в какой-то момент меня в коричневой такой рубашечке засняли. Но дело не в этом. Дело в том, что когда он приехал, я сказал Игорю Голюбевскому, непокойному, к сожалению, главному редактору «Звести». Игорь Несточ, вообще-то, конечно, не моя тема, я международник, но я был на том концерте. Я думаю, что в нашей редакции не будет много людей, которые были на том советском концерте. Давайте я схожу и напишу. Сказал, давай, это отличная идея, бла-бла-бла, Elton первый раз, бла-бла, окей. Ну, короче говоря, нам раздали, ну, аккредитовался это Альфа-банк, как сейчас помню, организовывал тогда Саша Гаффин. И раздали нам какой-то, значит, там пресс-кит, а в пресс-ките, естественно, лежит плейлист будущего концерта. Это был, по-моему, диск 95-го года, который назывался, если я не ошибаюсь, Believe. И, не, Made in England назывался, диск Believe была песня. Ну, вот, и я, значит, ну, вот мы там садимся, вот Элтон Джон, туда-сюда. И я скажу, что бы такое умное задать, я же не рок-журналист. Думаю, что такое надо задать, что уникальное. Я говорю, я же тут уникальный такой чувак. И, значит, я придумал вопрос. И говорю, вот знаете, вот причем он, он же, это его псевдоним, мистер Элтон Джон, он всегда просит вот так называть, говорю, господин Элтон Джон. Вы знаете, вот я вот посмотрел в плейлист, к сожалению, отметил, что в нем значительная часть песен, даже большая часть песен с вашего нового либома, малоизвестного российского аудитории. Ну, первый раз после 79-го года приехали в Россию, в Новую Россию. И здесь у вас такая довольно большая фан-база, которая ждет от вас старых хитов 70-х, начала 80-х годов. А их здесь явно будет немного. Он так спокойно отвечает мне. Вы знаете, говорит, вы посмотрите внимательный плейлист, но на самом деле соотношение старых, ну, таких проверенных хитов и новых песен, в принципе, то же самое, что было на концертах 79-го года в Москве и Питере. И тут же дернул меня, сейчас Господь подтолкнул, сказать, нет, я говорю, не так, я на том концерте был. Он мне так псунул, говорит, а я на нем играл. После чего вопрос был снят. А я сложился в четверо и депортировался куда-то в стратосферу от стыда. Разумеется, это не было, так сказать, один на один интервью. Но, конечно, такого рода вещи, подумайте, внимательно думайте, как бы вам не стать смешным. И особенно это бывает замечательно, когда какие-нибудь, что у меня было не раз, какие-нибудь там 30-ти с небольшим летние депутаты, прошедшие в Думу по спискам известной партии после напряженной работы в молодежных движениях, тебе начинают говорить, ну в Советском же Союзе было прекрасно, все чудесно, там бесплатное здравоохранение, там я не знаю, что еще, лучшая в мире наука, и все были сыты, были экологически чистые продукты, это почему-то очень всех волнует, экологически чистые продукты советские. Тут уж всегда я оказываюсь Алтаном Джоном, говорю, слушайте, парни, я там жил, не играл, но жил. Поэтому старайтесь не оказаться смешными. И вообще не старайтесь, особенно это касается прямого эфира, усложнять вопросы, повторю. Простые вопросы не являются признаком тупости или того, что вы какой-то недостаточно интеллектуальный и так далее. В информационном прямом эфире, в отличие от подготовленных интервью, больших, газеты-ведомости, ланч с ведомостями, ланч в Адовти, от вас никто не ждет демонстрации вашей самости. От вас ждут обслуживания интересов публики, который, может быть, включил радио на 15 минут в машине. Или breakfast show на телевизоре. Не забывайте об этом. Прямой эфир довольно просто должен быть. И еще один важный момент. При всей простоте, все-таки, конечно, если вы работаете в информационной журналистике, у нас неприятная такая есть особенность нашей профессии, мы не можем работать с 9 до 18 в интеллектуальном плане. Мы не можем снять шляпу с крюка в 6 и сказать, профсоюз сказал мне, с этого момента вы не сидите у микрофона или не планируете эфир. Но это не означает, что они должны читать информоресурсы, они должны быть в курсе текущих тем, для того, чтобы не оказаться в идиотском положении, когда они будете знать какого-нибудь ключевого факта. Поэтому, к сожалению, живем мы в этом информполе постоянно. Мне кажется, что публика так же, это тоже важно. Считается, что интервью должно быть, очень многие считают, что интервью должно быть очень регулярно ставить интервьюруемого в неудобное положение. И таким образом это выявляет его какие-то, подсвечивает его лучше, то есть когда человек в неудобных обстоятельствах лучше открывается. Это да, но это зависит от человека. Потому что если вы допрашиваете министра, это одно. Если вы допрашиваете, например, любимого писателя, наверное, агрессия здесь не принесет вам большого ну, большого плюса, может быть, даже и минус. Но ведь ставить неудобное положение не всегда агрессия? Не существует универсальных рецептов, конечно. Но ставить неудобное, я согласен с вами, ставить неудобное положение далеко не всегда агрессия, но если вы делаете главные идеи в своем интервью, положить как можно больше мин перед человеком, то заранее подумайте. Ваша аудитория как к этому человеку относится? Не будете ли выглядеть человеком, который просто ради красного словца кого-то совершенно, в общем, не заслуживающего какой-то там чудовищной критики, например, подвергает избиению? Я бы сказал, что все-таки, конечно, в этой ситуации понятно, публичные фигуры, прежде всего, там, политики и государственные чиновники, с моей точки зрения, отвечают больше, чем люди, ну, там, свидетели культуры. Ну, очевидно совершенно. Они просто не имеют права иметь какой-то взгляд, который, может, вам даже и не нравится. Я бы сказал, что самые трудные объекты для интервьюрования, это представители большого бизнеса. Они по понятным причинам, с которыми отвечают за большие деньги, и вообще, на самом деле, имеют право выбирать, коммуницировать им или нет. Очень часто поставлены в очень узкие рамки своими пресс-службами, всеми, там, токинг-поинтами и так далее. Я работал в Большой нефти, Рекс Стиллерсон, нынешний госсекретарь Соединенных Штатов, был моим, правда, дальним боссом, я ему не составлял токинг-поинт. Но жанр корпоративного интервью, вот это, кстати, тот жанр, где эрудиция и глубокое знание предмета возможно даже важнее, чем в политическом интервью. Потому что тогда вы можете лучше обойти железобетон корпоративных пресс-служб. Именно поэтому, скажем, я считаю, что тот факт, что, ну, например, издательском доме «Коммерсант» некоторые люди ведут определенный портфель тем 10-12 лет. Это правильно. Это может быть правильно в отношении бюрократии, но в отношении корпоративных людей, по моему опыту, это вообще очень важно. Потому что, да, есть корреспонденты-коммерсанты, которые там 15 лет, они пересидели 8 министров энергетики, ну, SEO-компании в России меняются не так часто. Но вот это глубокое знание предмета именно у бизнеса все-таки вызывает какое-то всегда, ну, не знаю, большее доверие. Это мой личный опыт, ну, в том числе российский, если угодно. Поэтому, ну, кстати, может быть, можно поспорить, но с моей точки зрения это именно так. Я не буду давать вам такие, ну, обычные довольно советы, да, по поводу того, что то, как вы себя выйдете в эфире, особенно если это телевизионный эфир. А теперь практически любой эфир телевизионный, во всех студиях радио стоят, вебкамы, вас видно. Если вы сидите развалившись, если вы закрываетесь, если вы начетко задаете вопросы, все это работает против вас. Ну, это, по-моему, такие банальные вещи из сферы паблик спикинг, что, наверное, не стоит вам этого говорить. Держите себя, как сказать, свободно, но одновременно, ну, как не расхристанно, что ли, да, вот, вот. Помните, вы перед публикой, мне кажется, это правильно. С другой стороны, не будьте очень зажаты. В телевизионном интервью очень важен жест. У меня их даже слишком много. Мне всегда продюсеры говорят, держи руки ниже, ниже груди хотя бы, потому что я много жестикулирую. И, ну, жест, это классная вещь. И если вы говорите с кем-то, то, конечно, какую-то свою мысль можно и нужно подчеркнуть жестом, повторяю, если вы работаете на камеру. Интервью закончилось. Постарайтесь поддержать отношения с человеком, не личные, может быть, но напишите ему письмо, но не ему, а его пресс-секретарю. Большое спасибо, было интересно. Публика откликнулась. У нас там больше просмотров, чем обычно. Это правильное поведение, которое создает доверие, потому что кто знает, когда он придется еще с кем-то говорить, при каких условиях. Общий совет, подводя некоторый итог, потому что я еще хочу вам одно видео показать, забавное. Будьте уверены, но не будьте самоуверены. Каждое интервью – это новое испытание и одновременно возможность заново на себя посмотреть со стороны в том числе и развить какие-то свои способности. Способности, например, поймать какую-то мысль и в клинице задать уточняющий вопрос. Для этого надо вот их продумывать заранее. Слушайте, но не поддавайтесь иногда даже очень сильному шарму другого человека. Потому что хуже беспричинно агрессивного интервью может быть только интервью с вопросом «Скажите, вы талант или вы же гений?» Этих интервью тоже много и не только в России. И, наконец, последнее. Смотрите на ваше общение с людьми как на гигантский человеческий опыт. Вы общаясь с людьми неважно, кто это берете ли в интервью у пожарного на пожаре с той степени сложности или у президента или у лауреата Оскара. Если вы правильно поговорили хорошо поговорили это вам хорошо вы помудрели вы что-то узнали и потом это будет отражаться в других ваших интервью. А на закуску я вам хочу показать фрагмент, который показывают я работал 10 лет на BBC который всегда показывают в любых на любых курсах журналистики BBC для начинающих журналистов продолжающих журналистов для гостей и так далее и тому подобное. Веду вас в контекст. Это фрагмент флагманской программы на BBC One вечерней программы типа программы время которая называется панорама. Много-много лет 25 лет по-моему если не 30 ее вел ну наверное один из самых известных возможно некоторые считают самый известный ну может быть один из трех самых известных ведущих в Великобритании его зовут Джереми Паксман Джереми известен как раз тем что он очень такой жесткий интерьер и особенно жесткий интерьер по отношению к разного рода представителям представителям политического мира. И брал он интервью в 97 году у Майкла Хаварда Майкл Хавард был министром внутренних дел в консервативном правительстве Джона Мейджора которая там через пару недель через несколько недель после этого ушла на отставку после выборов и Тони Блэр стал премьером либо Бористо победили Тони Блэр стал премьером но дело в мире речь идет не об этом незадолго до этого интервью Майкл Хавард будучи министром внутренних дел вмешался в скандал в как это называется в России в Офсине у них тоже есть Хомеджесис Презин Сервис тюремная служба которая занимается тюрьмами она в принципе подчиняется МВД но у руководства тюремной службы есть довольно большая автономия в принятии решений кадровых в том числе так вот из одной из тюрем сбежал сбежал некий преступник это вызвал большой скандал консервативная правительство хотелось чтобы был уволен директор тюрьмы начальник службы этой самой тюремной в СИНа британского увольнять его не хотел и привели сведения о том что Майкл Хаббард пригрозил что он примет все таки министерское решение и уволит этого директора тюрьмы несмотря на то что его начальник был против это для России покажется очень странным но для Британии того времени тот факт что министр мог сказать я превышу свои полномочия был бы очень серьезным или было уже серьезным негативным фактором для образа консервативной партии и для конкретно Майкла Хаббарда который кстати потом стал лидером консервативной партии и собственно говоря Джереми Паксман в этом интервью в программе не знает я прошу не панорама не знает пытался выяснить у Майкла Хаббарда угрожал ли он директору тюрем тем что он отменит его решение интервью на английском может мне надо перевести на русский положить в ютуб поставить эти самые субтитры те из вас кто говорит по-английски поймет суть те из вас кто не говорит просто увидит эту драму тут мне кажется достаточно не нужно даже понимать язык если кто-то не будет видеть оттуда наверное лучше встать сюда это всего минута сорок так что можно даже и постоять я сейчас выведу это на экран да значит человека с которым вел беседу министр Хаббард вот в очках его звали Дерек Льюис постоянно будет это имя звучать так воспроизведение видео начнет через 6 секунд сообщает мне почему нету звука звука нету включить звук так включили подняли нет нет я думаю что это посмотрим идем клин а здесь вот в этих самых есть звук в колонках и в ноутбуке сейчас посмотрю ноутбуке посмотрите да может еще ноутбуки инструкции а вот на таком низком довольно уровне давайте поднимем а вот ну все должно ну что запускаем если вы посмотрите вот сюда вы увидите номера это порядковый номер вопроса одного и таможенного вопроса да итак программа не знает не панорама не знает это министр книг дел Хаббард через секунду в кадре появится Джереми Пакс я Продолжение следует... 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 Продолжение следует...